У меня старший брат 96-го года, который играет в Атланте, сейчас МХЛ, занимался и предложил моим родителям тоже мне отдать, так как я с детства хорошо катался на роликах. И меня отправили, и пока все учились кататься, и у меня получилось само собой. И я с 97-м годом начал уже сразу тренироваться. Как-то все само собой получилось. Меня перевели родители в хоккейную школу «Трактор» в Челябинске в 4 года. Ну и все, я на протяжении всей жизни играю в одной команде. В «Тракторе» все. В хоккей меня отправили родители, когда мне исполнилось 5 лет. Как бы надо было чем-то заниматься по жизни, и вот так получилось, что я оказался там. До этого я, когда не играл, не думал об этом, а как первый матч получилось сыграть за сборную, то сразу почувствовал вот эту ответственность, гордость за страну. И намного стали патриотичнее ребята, сдружились. Начали играть не на себя, а именно на Россию, за команду. Ну это гордость за то, что ты попал сюда, за то, что, когда ты играешь, гордость за страну, что тебя выбрали, и ты можешь представлять цвета сборной России. Вот. Ну это большая ответственность, играть в свою страну, ну как бы защищать свои цвета. Ну он требует кататься, играть сплоченно. Очень главную роль играет дисциплина. Это одно из самых главных понятий в нашей команде. Дисциплина бьет класс. Не знаю. Требует все, что требуют мастера. Задача всегда в каждой игре победа. Ну и дает задания определенные под каждую команду свои, что нужно сделать для того, чтобы победить. Требования. Дисциплина. Постоянно на льду двигаться. Играть в активный наш русский хоккей. Ну в принципе все. Об этом я еще не хочу загадывать. Цели очень высокие. Хочу пробиться во взрослых хоккеей. Ну начать играть там в КХЛ, в МХЛ. Ну для начала нужно сначала заиграть в МХЛ, там здесь сборная закрепиться. Ну все. Ну хочется сначала попасть в КХЛ, а дальше уже в Америку попасть. Ну по манере игры мне нравится Павел Датсук. Кумир. Ну кумира как такового нет, но больше всего мне нравится, как играл военгрецкий. Паша Датсук. Последнее время, вообще времени на это почти не бывает. Вот как приезжаем в сборную, телефонов почти у нас нет. Всю жизнь живем в команде и получается максимум час-два в день. Ну тратится понятность и везде есть. Везде там подписывайтесь. Нет, у нас телефоны отбирают, поэтому как бы не получается. Ну это же все-таки лично. Нет, у вас что-то не хотят сказать. Ну я не... Мы все знаем друг друга с детства. У нас уже даже когда мы были в разных командах, были случаи, о которых я не могу рассказать. Есть приколы, конечно, но я не знаю, какое рассказать просто. Ну мне кажется, это как бы лично, так что неохота говорить.